В ночь на 11 июня диверсионно-разведывательная группа отдельного центра специальных операций Запад ВСУ, нарушив перемирие, напала на ополченцев ЛНР, находившихся на наблюдательном пункте батальона «Призрак народной милиции» в районе поселка Голубовское. В результате погибли пять защитников ЛНР, четверо были расстреляны в упор, один убит из снайперской винтовки. Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста, говорится в коммунике телеграм-канала НМЛНР. Позже в ходе брифинга офицер пресс-службы НМЛНР, старший лейтенант Иван Филипоненко уточнил подробности. С его слов, из тел погибших защитников были извлечены пули калибра 5,56 мм, применяющиеся в оружии стран НАТО и поставляемые на Украину в рамках помощи Киеву из западных государств. Он показал эти пули, уточнив, что они приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Перед этим официальный представитель НМЛНР капитан Яков Асачий в экстренном выпуске рассказал, где американцы готовят украинских диверсантов. Он пояснил, что в НМЛНР служат люди с сугубо мирными профессиями, которые были вынуждены взяться за оружие после госпереворота в Киеве. Офицер подчеркнул, что в результате хладнокровного убийства четверо детей остались без отцов. Действия Украины доказывают нежелание закончить конфликт мирным путем.